Просите, пожалуйста, а можно у вас спросить? А вы смотрели эту выставку, которая здесь? Не интересовались? Как вас зовут? Ведя Борисовна Петровская. Вы в этом проекте кого представляете? Я вообще-то библиотека, воспитательной работой занимаюсь. Инициатива моя. Но вот эти стенды и вообще вот этот комплекс выставочный, он принадлежит Крымской епархии. В июле месяце был форум, куда нас пригласили, человеческий потенциал. Я там записала телефон, и я знаю, что в декабре день борьбы с наркоманией, и обычно в институте что-нибудь провожу. Ну, не так массово, может быть, там на кураторских часах, но обычно что-то проводят. А здесь, когда я созвонилась в Крымской епархии, я говорю, вы можете нам этот комплекс привезти? Можем. Вот это мы чуть ли не месяц вели переговоры, потому что это все не так просто, это все должно быть на бумаге, на благоссо-администрации. Вот, ну, наконец, Танина, мы его выставили, и открытие тут было такое широкое, да, с нашей администрацией разрезали красную ленточку, да, и представители епархии, вот, и дети присутствовали, хорошо говорили все. Ну, вот этот проект такой, вот он длится будет еще до конца месяца. За это время пока здесь выставка, можете сказать, сколько примерно посетила ее людей? Все было человек 60, наверное. А сейчас группы вводят кураторы, я не могу, потому что не всегда их вижу, но они все пишут свои отзывы, там можно посчитать, сколько там группы. А как вы думаете, вот все, что здесь, ну, тема из-за того, что я буду делать, они трагиваются, они актуальны? Очень актуальны. Вчера у нас прошло мероприятие, называется «Лектория», как бы продолжение вот этой выставки, лектория, на которую мы пригласили представителя правоохранительных органов, инспектор по делам несовершеннолетних, там что-то с оборотом наркотиков связано, и психолог с реабилитационного центра. Вот вчера в 250-й аудитории на 300 человек, мы рассчитывали первокурсников, мы там были и второй, и четвертый курс был, вот мы провели вот это мероприятие. И еще это не конец, это целый проект у нас. Вот, кстати, до этого мероприятия, что вчера было, мы провели анкетирование по наркомании и алкоголизму. Сами составили анкету, и психолог ее анализировала там прямо вот в присутствии тех, кто анкетировался, кто был опрошен. Следующий наш этап – это семейные ценности. То есть вчера было, это же как бы в комплексе все, это все семейные ценности. Но это будет касаться абортов, касаться ранних половых связей, вот такие моменты. И еще одна анкета, которую в понедельник я собираюсь распространить, мы ее соберем, и после этого будут проходить тренинги. Опять же, психолог, центр у нас есть по реабилитации молодежи, я сейчас не могу точно сказать, как он называется, записан. Она будет проводить у нас тренинги в маленьких группах, 15-30 человек, это диалог, это очень интересно. Дети любят такое. Мне, честно говоря, такие мероприятия, как вчера, на 300 человек, мне не очень нравятся. Мне кажется, это мало доходит до них в такой ситуации. Какие ожидания по поводу? Ну, ожидания, наша задача что? Привлечь внимание к проблеме. И если даже, вот я вчера говорила, если из 100 человек один нас услышал и что-то изменил в своей жизни, то мы работаем не напрасно. Можно вам вопрос задать? А вот здесь выставка эта проходит, вы смотрели, что здесь? Ну, конечно. А как ваше впечатление? Вообще надо это делать? Конечно надо, потому что многие делают неодуманные поступки, особенно с институтом и так далее, которые не думают о последствиях, что может дальше происходить, то, что без крови и так далее. По поводу курения, ну, это вообще, как бы, я против. Вот, в семье у нас никто не курит, хоть и маленький ребенок, то есть, я слава сказала, не подходить, не сигареты, там, папа бросил сразу моментально, потому что это здоровье, в первую очередь, особенно пассивное курение, ну, и так далее. Вот так, ну, полезно, полезно. Вам понравилась эта выставка? Да, очень познавательно, многое нового узло. Так что, интересно, спасибо большое. Спасибо. На мой взгляд, тема очень актуальна и, безусловно, важна в нашем обществе, и она всплывает не только на сегодняшний момент, всегда была, есть и, к сожалению, будет. Такие выставки нужны для формирующейся личности, для молодежи это просто необходимо. Конечно, каждый из нас прекрасно может ответить, что с этим мы сталкиваемся ежедневно, все мы понимаем, что нельзя, почему это и как, но как напоминание, что такое есть, такая проблема существует в обществе, вот такими выставками мы, конечно, это подчеркиваем. Студенты, безусловно, должны это посещать, должны это видеть, может быть, кто-то и в сотый раз, это видит и читает. Чуть-чуть не хватает остроты. Извините, это может быть некорректно, но во всяком случае мне не хватило градуса эмоций. Вот наглядности бы побольше или прямых таких визуальных примеров, чтобы студентов отвезти в наркологический центр, чтобы они могли увидеть, что происходит с такими людьми, как такие люди заканчивают свою социальную жизнь, превращаясь в асоциальный объект. Ну, в общем-то, мне не хватило остроты. Я думаю, что студенты бы с удовольствием понаблюдали визуально, что происходит с легкими, что происходит с младенцами, не только на картинке, но и, если бы это было возможно, как-то наглядный материал разматривать. Да, абсолютно правильно, я так считаю. И сколько бы человек не прочитал, сколько бы человек не увидел стендов, плакатов, все-таки столкнуться с реальностью, столкнуться с тем, что происходит, и видеть, пообщаться, ну, может быть, и не пообщаться, а просто увидеть этих живых, вживую людей, это было бы намного, наверное, острее и намного лучше, чем просто подойти, почитать стенд. Ведь не секрет ни для кого мы сейчас такие все продвинутые, сидим в интернете, и эти ролики, эти надписи, все это мы видим каждый день. И настолько замылен взгляд, что, ну, да, вот такая есть проблема, есть беда. Да, прочитал, да, увидел, да. Но вот если столкнуться с этим напрямую, если бы была такая возможность студентов отвозить в клинике, показывать им это все, чтобы они видели, чтобы они это прочувствовали эмоционально, вот тогда, наверное, был бы какой-то результат. Потому что, ну, данную выставку можно, на мой взгляд, сравнить с той же лекцией. Вот то, что человек рассказал, или то, что мы прочитали.